Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот курс по апологетике, мы благодарим Тебя за жизнь пастора Сироджа, за его труд Господи, за великолепный материал, который он предоставил. Славься Бог наш, и мы просим Тебя помашь это время, это занятие, Господь присутствуй, и также те люди, которые дистанционно наш колледж посещают и будут посещать, также и их благослови, распространяйте материалы во имя Твоего Иисуса, мы молимся и просим, и все сказали Аминь, садитесь пожалуйста. На прошлом занятии мы завершили вступление, мы переходим к пункту 2, развитие библейского подхода в апологетике, и это обозначает следующее, что мы с вами, а, изучаем понимание библейской информации применительно к апологетике. И что это такое? Это пока еще мои слова идут. Это Слово Божье, и это действие Духа Святого. И вот он говорит, мы переходим к пункту 2, и пройдем пункт за пунктом. Итак, а. Как мы понимаем библейские материалы в приложении к апологетике? То есть, является ли Слово Божье действительно таким могучим, как оно это утверждает? Это должно иметь определенное значение в нашем приоритете, когда мы занимаемся апологетикой. Такое ли оно могучее? Если могучее, то мы, конечно же, с вами его применяем. Правильно, Наталья Михайловна? Ну, точно. И тогда мы говорим, конечно, вот он нам все объяснил. Первое послание к Коринфянам, первая глава, 18 стих. Слово Божье – сила для верующих. Это означает, что оно должно влиять на то, как мы понимаем наш приоритет и в апологетике. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. Святой Дух убеждает. Это означает, что должно это происходить и в апологетике. Коль скоро он убеждает, Дух Святой обличает. То есть, обличает это, говорит, что у тебя не в порядке, и он убеждает. Б. Каковы библейские определения формулировки апологетики или формулирующие, формирующие апологетику? Одна из самых важных составляющих в уравновешенной апологетике – это им даются четыре пункта, очень важные. Первое. Каково место рассуждения в апологетике? Второе. Какова польза от доказательств? Третье. Где мы начинаем? Какова отправная точка? Четвертое. Какова наша точка контакта с неверующим? И все это очень интересные моменты в обсуждении апологетики. Среди христиан самым дебатируемым вопросом в апологетике является «А мы размышляем с нашим собеседником вместе?» Одинаково. «Находимся ли мы в том же самом мире?» «Могут ли христиане, не имеющие Духа Святого, понимать духовные вещи?» «Ваш ответ – не могут». Те, кто не имеет Духа Святого или же не находятся в Духе, он не понимает этого. Вы знаете, что Библия много говорит об этом, и мы вскоре увидим, что это значит для нас. И как только мы расставим все по местам, это поможет нам объяснить последний пункт, который определяет, чем должна быть апологетика. Итак, первый аспект слова. Первый текст, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих по 31. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и элины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для элинов – безумие. Для самих же призванных – иудеев и элинов – Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие – премудрие человеков, и немощное Божье – сильнее человеков. Это очень важный текст. И далее мы с вами вступаем в область очень интересных рассуждений, апологетических. Я прошу вас быть внимательными здесь, но вы возвратитесь, когда будете по интернету это снова рассматривать. Здесь имеются два важных пункта, которые помогают нам понять путь апологетики. Итак, путь апологетики. Первый пункт – роль Писания о спасении или в спасении. Роль Писания в спасении. Второе – роль Святого Духа в спасении. Когда мы говорим об апологетике, мы говорим о евангелизации. Итак, очень важная мысль. О евангелизации, апологетика и евангелизация связаны. Мы не обсуждаем спор, мы не обсуждаем апологетику, мы не обращаемся к разногласиям. Мы пытаемся достичь неспасенную душу. Цель. А все остальное спасется, добро пожаловать в библейский колледж в Санкт-Петербурге, мы вам все объясним, и там что такое апологетика и прочее. В основе евангелия лежит одна цель. Вам нужно евангелие, чтобы спастись. Если я проведу с человеком, это гипотетически один час, используя доказательства и не буду проповедовать Евангелие, то я смогу вызвать у человека интеллектуальный интерес. Но если я не дам место Слову и Духу, то я не смогу помочь человеку спастись. Вот какой упор мы делаем, и это поможет нам определить, как должна действовать апологетика. Что написано в 18 стихе? Слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божья. Павел, и вот эти рассуждения, очень интересные. Павел не говорит, что это не работает для них, а только для нас. Он не говорит, что сила Слова о кресте действенно не для них, но только для нас. Он говорит, что эти люди видят это не так, как мы. Они смотрят и по-другому просто видят. Им нужно, чтобы кто-то подсказал, как нужно смотреть, да? Но это могущественно, но Слово Божье о кресте могущественно в последующей части. Помните, и так, для нас, и для... как для нас, так и для них. Итак, Слово о кресте могущественно как для нас, так и для них. Мы увидим это в последующей части. Помните, Павел говорил, евреи желают вот этого, а Элины – другого, но мы проповедуем Христа. Они желают то и другое, а мы что делаем? Мы проповедуем Христа, правильно? Ну вот, замечательно. Весь зал соглашается, молодцы. Какой же был результат всего этого? И Элины, и евреи спасались. Хорошо, правда? Требовали или же ожидали разного. А он проповедует Христа. И посмотрите, что происходит. И посмотрите сейчас на карту, где это все происходило. И мы увидим чудеса. Итак, они могут думать, то есть неверующие, что Слово Божье – глупость для них. Теперь смотрите внимательно. А мы можем воспринимать, что это для них не сработает? И нам нужно спорить? Но это не так. Потому что стихи 22 и 23 говорят, иудеи требуют чудеса, и Элины ищут мудрость, а мы проповедуем Христа. Как здорово, правильно? Очень интересное рассуждение, мне нравится. Человек, который уже, по-моему, 22 года, он пишет, занимается апологетикой, чувствуется. Итак, а мы проповедуем Христа распятого. И затем стих 24. А те, кто был призван, иудеи и Элины, спаслись. Да? Как очень интересно. Мы с вами не знаем, кто из людей призван. Наше дело говорить о Христе. Мы проповедуем Христа. И вот раскрывается, что кто-то раз и спасается. Он был известен, что он когда-то откликнется. Что он услышит это слово, и он решит, я, меня призвали, меня позвали. Христос меня любит. Дальше. То есть, Павел говорит, что нам нужно использовать слово, потому что оно точно так же сильно, как для нас, так и для них. Правильно, Лада? О, здорово. Так хорошо было видеть вашу дочку. Слава Богу. Исайя 55. Мое слово не возвратится ко мне тщетным, но оно пойдет и возвратится, выполнив то, для чего я его посылал. Бог это знает. И теперь мы с вами являемся... Знаете, кто такой глашатый? Это тот, у которого было что сказать. Он брал это, приходил в город, становился там на возвышенности. И не от себя говорил, а от того, что ему было передано. И уходил или уезжал в другое место. Итак, слово выполнит то, для чего его посылали. Но послушайте, что Павел говорит в стихе 19. Ибо оно описано. Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. И вот теперь еще одна интересная вещь по поводу апологетов. Он пишет здесь, пастор Сироджи. Я думаю, что апологеты полагают, что это их работа началась. То есть, я повторю. Павел говорит в 19 стихе. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Что вы делаете в апологетике? Да мы уничтожаем мудрость мудрецов. Вот что мы делаем. Мы хотим разрушить их рассуждения и доказать, что они неправы. Это как бы диалог идет. Но Павел делает здесь очень интересную связку. Он говорит в стихе 18. Вы проповедуете крест. И произойдет следующее. И вот дальше, то что в тексте написано, это А я, Господь говорит, а я разрушу. Он разрушит. Мы проповедуем слово, а он разрушит. Мудрость мудрецов. Многие вопросы, которые поднимаются неверующими людьми, когда мы разговариваем с ними, получат ответ силой самого слова. Так же часто в наших жизнях происходят некоторые события. И мы разговариваем о них и с консультантами, но ничего не происходит. Затем мы идем на служение, слушаем проповедь, которая не имеет никакого отношения к нашему вопросу, Но мы уходим преображенные. Похлопаем? Чудо, да? Нам хочется, чтобы консультант там все разживал. Что это? Какая перспектива? И так далее. Потом приходим на слово и все. Мы преображены. Мы выше, то что говорил пастор Истин. Мы выше. Все остальное, все проблемы, они внизу. Мы преображены. Итак, вот о чем мы говорим. Мы говорим о силе слова. И в этом контексте Павел дебатирует с цилинами, которые исполнены философией. Стих 21. Павел говорит нечто важное. И я очень хочу, чтобы вы это поняли. Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Вот такой отрывок. Теперь этот стих наполнен важными мыслями. Первое. Своей мудростью мир не был способен познать Бога. Они не могли познать Бога в мудрости Бога. Что означает, что они могут познать концепцию только лишь Бога. Что да, Бог существует. Но какой? Они не могут это сделать. Но не могут познать Бога. Мы не можем понять, если мы не верующие, мы не можем понять духовных реалий без Святого Духа. Хорошо, да? Итак, мир в своем собственном рассуждении не способен понять Бога. И я, пастор Сироджи говорит, несмотря на то, что я христианин уже 30 лет, естественным образом я не способен понимать Бога. Здорово. Смысл этой фразы – зачем же нам прибегать к философии и рассуждениям для описания премудрости Бога, если это не работает? Хорошо, правда? Ой, мне очень нравится. Он растолковывает это не только студентам, но и апологетам. Он выводит апологетику на очень высокий уровень. И этот уровень Евангелия. Рассуждения и споры имеют место, когда имеются законные вопросы. Легитимные, да? Тогда будут и легитимные ответы. Потому что что-то тревожит человека, а есть вопросы ради споров только. Только поспорить, и все. Итак, зачем же смысл этой фразы? Зачем же нам прибегать к философии и рассуждению для описания премудрости Божьей, если это не работает? Позже мы будем говорить о применении рассуждения и философии в апологетике, когда это уместно. То есть, есть время в нашем споре, когда мы, вернее, в нашем контакте с людьми, когда философия работает. Я могу использовать рассуждение, но не должен быть под властью рационализма. Рационализм – это представление такое, что именно рассуждение является апофеозом всего. Но для того, чтобы познать что-то, нужно изучить все. А это просто невозможно. Следующее. То, что мы видим здесь, в этом стихе. Сила Бога необходима в наших апологетических дискуссиях. Это работало у Павла, когда он встречался с философами первого века. Он говорит, что это послужит и нам, когда мы встретимся с философами двадцать первого века. Но если мы будем использовать систему мира, которой является рационализм, то это не будет работать. Вы можете сказать, одну минуту. Люди задают вопросы, они хотят доказательств. Должен ли я представлять им доказательства? Да, мы должны. Потому что правомерные вопросы должны получить правомерные ответы. Только в этих случаях. Но как нам отличить правомерные вопросы от вопросов, которые задаются ради спора? Об этом Павел говорит в стихах 22-23. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Разве вы не считаете, что мне нужно ответить на то, чего они ищут?» И Павел говорит, не в ущерб проповедованию. Мы проповедуем Христа распятого. У людей могут любые запросы быть. Как здорово, верующий человек, хорошо. Мне ответ на это, мне ответ на это, и так далее. Что из себя ковчег представлял? А что было? И все, и все, и Евангелие куда-то ушло. Нет, мы проповедуем Христа, Христа распятого. Итак, Павел, ты не понимаешь, это не работает в моей культуре. И Павел отвечает, знаю, знаю. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Я знаю, но это не имеет значения. Стих 24. «Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа – Божью силу и Божью премудрость». Аргумент Павла в стихе 18. «Сила проповеди Креста – удивительная». Стих 19. «Если вы будете использовать проповедь Креста, то Бог говорит, «Я погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». А как насчет знамений, чудес и мудрости? Нет, проповедуй Христа распятого. Павел не против аргументов. Он использует аргументы в деяниях 17 главе. Но он предостерегает нас. «Не думайте, что ваши рассуждения будут работать лучше, чем сила Божья». Часто мне задают здесь вопрос, в этом месте. Почему, обучая апологетике, в первой части вы ее разрушаете? То есть, он нападает на апологетику. Ответ. Я разрушаю ложное представление об апологете, когда упор делается не на слово и не на действие Святого Духа, но на рассудительное решение трудности. Например, когда возникает трудность, я не могу проповедовать Евангелие, потому что люди не будут меня слушать, предположение. Мне нужно ответить им аргументами и доказательствами. В этом случае это будет спором с оппозицией. И все. Давайте будем проповедовать Евангелие, а когда появится правомерный вопрос, будем готовы ответить на него. Вот он, вывод. Почему Павел говорит это? Он делает вывод в стихе 25. Все это потому, что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. То есть, он говорит, что когда Бог находится на своей низшей способности мышления, я поставил здесь у себя улыбочку, смайлик такой. Дело вот в чем. По совершенствам Бога, Его всеведение, оно абсолютно. Его мудрость абсолютно. У Него не бывает чего-то маленького и низшего. Другое дело, что это может казаться. Точно так же, когда они смотрели на Иисуса распятого, и им рассказывают потом о том, что вот он пришел из-за нашей грехи, был распят, юродство заключается, это мой комментарий, юродство заключается в следующем. Такого быть не может, чтобы всемогущий Бог пришел сюда и потом позволил, чтобы грешные люди его распятали. Такого это глупость. Чувствуете, да, глупость? А на самом деле Бог из своего всезнания знает, миллиарды спасутся. То есть это не является уменьшенной частью его мудрости, а это говорит о том, что эту мудрость люди не видят. Они своей мудростью не могут познать это. Итак, он намного превосходит самого умного человека. Конечно! В его наивысшей способности мышления. Конечно! Потому что, если бы у Бога были настоящие руки и ноги, ему бы отсекли обе руки и обе ноги, у него и так их нет. Он был бы сильнее, и мы видим, что он сильнее всего. Правда? Это очень интересно. Это называется антропопатео и антропоморфизм. Сравнение для того, чтобы показать истину. Но когда мы с вами верим, то мы верим, что он всемогущ во всех своих отношениях. Скажите, идет человек, замечательный пастух, у него большое стадо, они идут по пустыне. Какой-то пух! И вспыхнул кустик. Какой-то маленький, на которого он... И раньше... Ну, сколько этих кустов перед Авраамом горели пламенем. И он проходит мимо, и вдруг, краем глаза, он видит, что этот кустик не сгорает. Кустик! И оказывается, там Бог. Да? Интересно, правда? Что у тебя есть, спрашивает Елисей у женщины, у которой погиб муж. Ну, умер муж. Ничего нет. А, да-да, есть маленький сосуд с елеем. Да, где-то в углу стоит. Ну, тогда принеси. Возьми, иди собери все. Маленький, никому неизвестный. Кто на кресте? Если бы он был Сыном Божьим, он бы сошел. А вот если бы сошел, это мудрость человека. Мы бы тогда точно поверили. Правда? Нет, не поверили бы. Мы с вами видим очень интересную картину, но пойдемте дальше. Павел продолжает. Так же и с вами, немногие из вас мудры. Но Бог призвал не интеллектуалов и мудрецов, но Он призвал не мудрая мира. Почему? Потому что Ему не нужна наша мудрость для того, чтобы выигрывать людей. Как здорово, да? Ой, один, я помню, на одном из миссионерских полей один человек пришел в нашу церковь, ходит и говорит, вы знаете, вот за это небольшое время, как я у вас, я могу сделать вывод, что вам не достает лидеров. Я согласаюсь. Он говорит, если хотите, я приведу человек двадцать лидеров. это мудрое человеческое, да? Итак, если кто-то спорит, так, но Он призвал не мудрая мира, потому что Ему не нужна наша мудрость для того, чтобы выигрывать людей. Вам и мне нужно быть оснащенными мудростью Святого Духа. Если кто-то спорит с вами на интеллектуальном уровне, вот очень хорошая мысль, А как если бы, проверяя вашу апологетику, пытается посадить нас на этот крючок знаний, да? Подумайте, не скрывают ли его вопросы его истинное положение беспомощности? За завесой могущества, мудрости и так далее скрывается плачущий человек, беспомощный, но он не может эту завесу убрать. Посмотрите на следующее. Мы встречаемся с человеком и через некоторое время, хотите помолиться, он молится, завеса ушла. Ой, как здорово. Мы с вами свидетели этого Слова Божьего, которое творит чудеса и могущества в силе других людей. и так, но как мы можем это распознать, только если мы ведомы святым духом? Нам нужно понимать роль Бога в апологетике. Теперь часть действия святого духа. Евангелие Теана, 16 глава, 7-8 стихи. Иисус говорит своим ученикам, но если я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Ой, какая замечательная фраза. Вы представляете, всемогущий Бог разговаривает с рыбаками, большинство из них рыбаков, и он им объясняет. Ну, понимаете, мне нужно идти, потому что тогда будет происходить то, что в плане Бога. Ну, согласитесь, я пойду, ладно, а придет Дух Святой, и Он вас наставит, и будет еще лучше, да, миссия Иисуса Христа будет выполнена, и благодаря выполнению Дух Святой васселяется в каждом человеке, кто поверит, и так далее. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иисус говорит, что Святой Дух есть Тот, кто приносит убеждение. Очень важная мысль. Теперь мы увидим ее расширение. Допустим, мы с вами разговариваем с атеистом. Допустим, что я уверен, что у меня достаточно подготовки, чтобы с легкостью встретиться с атеизмом. Если бы мы подсчитали очки, то я думаю, что я ни разу не потерпел поражение во встрече с атеистами. Но сколькие из них спаслись через мои интеллектуальные аргументы. Но были и другие времена, когда мои дискуссии действовали иначе. Я думаю, что эти дискуссии действуют по-другому во время продолжительных взаимоотношений. Понятно, да? Вот такие вот разговоры, когда это расширенное, вы никуда не торопитесь, да? И человек заинтересован, это очень хорошо. Вы с ним разговариваете и также говорите о Евангелии. И для него это органически просто, что и на его все сложные вопросы он получает ответ. И он, конечно же, все больше и больше соглашается с Евангелием и принимает его. Итак, это продолжительный при случае продолжительных взаимоотношений. Есть один человек, которого я встречаю регулярно, у него много вопросов и ему нужны логические ответы. И я отвечаю. Но если я встречаю кого-то в первый раз и в последний раз на улице, то я возможно отвечу на несколько вопросов. Возможно, я очень хорошо отвечу на вопросы и смогу после дискуссии сказать. Думаю, что я высказал несколько хороших мыслей. Но согласится ли Бог со мною? Возможно, Он спросит меня, а с какого момента ты проповедовал Евангелие? Ты поставил его перед силой, этого человека, перед силой Слова Божьего? Он услышал о грехе или о кресте или об Иисусе? Понимаешь, Господи, не совсем так, потому что нам нужно было провести много времени в обсуждении эмпиризма. Эмпиризм это чувственный опыт, как источник знаний. Эмпиризм, и он говорит здесь о Дэвида Юма. Нет, мне нужно дать место силе Слова и силе Святого Духа, потому что он есть тот, кто убедит мир о грехе, о праведности и о суде. Суть в том, чтобы мы представили людей перед Богом. Мы проповедуем Евангелие, потому что это сила Бога, мы полагаемся на Святого Духа, потому что это единственный путь, как правильно увидеть ситуацию. Но мы также отвечаем и на правомерные вопросы. Для этого мы используем аргументы и доказательства, но делаем это не в ущерб Слову и не в ущерб доверию и действию Святого Духа. Известный физик Сэр Исаак Ньютон сказал, «Малая часть науки отвращает от Бога, а большая часть возвращает обратно к Богу». И потом он приводит пример. Поэтому по моей практике то же самое происходит с апологетикой. Имея небольшую часть познаний, студент думает, вот это да, я обязательно применю это, у меня есть три аргумента, и я выиграю улицы. Но если у вас три неправильно приложенных аргумента, аргументы хороши, но приложение неправильно, то вам лучше было бы уйти оттуда, прежде чем это произойдет. Иначе вам нужно будет направлять разговор к своим аргументам. Не к кресту, не к Евангелию, а вы знаете три таких колоссальных аргумента, чтобы выиграть спор. И все. вы побывали на, например, то, что произошло, вы побывали на одном занятии, выучили космологические аргументы о существовании Бога, вы бегаете на улицу, находите человека, чтобы использовать эти три аргумента. Это мусульманин, вы пытаетесь доказать ему, что без Бога Вселенная не может существовать. Он с вами соглашается, потому что он верит, что Бог есть. А вы продолжайте, вам нужно понять это, у меня есть все необходимое, чтобы понять это, и у всего есть причина, понимаете, есть причина, есть следствие. После двадцати минут выслушивания ваших аргументов, он говорит вам, да я знаю это, в мусульманской вере это называется аргументом Калам, который был разработан в восьмом столетии имамами. Вы не можете дать ему ничего другого, потому что он должен успеть на свой поезд. Все, разговор прекращен. А вы так и не рассказали ему Евангелие. Но если я начинаю с проповеди Евангелия, неважно, встретился ли я с мусульманином, индусом или буддистом, у них есть одно общее. Они не знают Иисуса. Им нужно знать его, потому что он единственный путь к спасению. Что останется после меня, после моей апологетической встречи? Очень хороший вопрос. Что же произошло в нашей истории? Вот эта история, о которой он говорил, что человек три аргумента выучил, и пошел выигрывать улицы. Во-первых, я проповедую Евангелие, затем я получаю... Итак, во-первых, человек проповедует Евангелие, затем получает начальную подготовку по апологетике, он в восторге. И я перестаю проповедовать Евангелие, но использую только лишь аргументы. Получил немного знания. Да, это и есть небольшая наука, о которой говорил Исаак, Ньютон. Она, это небольшая наука по апологетике, по, допустим, вот он узнал, это скорее всего из обзора доктрин, был на первом нашем занятии, и потом выбежал на улицу, да, вот, и получилось так, что знание без приложения, да, теологии, то есть Евангелие привело к тому, что он этим знанием просто делится, но не делится Евангелие. Я это говорю, потому что последние 22 года я изучаю апологетику, и чем больше я ее изучаю, чем больше я продвигаюсь в своих исследованиях, тем больше я понимаю, что нет ничего, чем я мог бы заменить слово и Святого Духа. Вы сами обнаружите это, если пойдете по дороге апологетики. Я не хочу сравнивать авторов, но я уверен, что вы знаете много имен в апологетике. Подумайте о Равве Захариасе, его книга о познании Бога имеется в интернете, но я в следующий раз вам дам ссылку или по электронной почте пришлю. Очень хороший книг. Он не особенно почитаем среди академических апологетов. Почему? Потому что у него нет степени доктора философии по апологетике. Он не особенно любит дискутировать с неверующими, не очень любит дискутировать со сцены, но вот что мне нравится в нем, его совсем это все не заботит. Его жизнь очень проста. Я проповедую Евангелие. Он никогда не отстраняется от фокуса своего служения. Я евангелист. Вам доводилось наблюдать дебаты, это тоже очень хорошая вещь. Смотрите, вам доводилось наблюдать дебаты политические, философские, апологетические, в которых один из двух участников изменил бы свои идеи или взгляды и принял бы идеи другого. Я этого не видел. когда два таких человека выходят на сцену, то и у того, и у другого, почему Рави Захариас не проводит это? Это спор ради спора. Итак, и у того, и у другого в зале есть группы поддержки. Когда дебаты закончены, то и первые, и вторые участники остаются при своих убеждениях. Первая группа считает, что победил их участник, вторая группа считает, что победил их участник. В результате первые участники его группа сохраняют свои убеждения. То же самое происходит и со второй группы шоу. Но то, что Захариас делает своем служении, он проповедует Евангелие, он отвечает на правомерные вопросы и бросает вызов мышлению его оппонентов. Я думаю, что это замечательно. Не будем терять из фокуса то, что мы делаем. Аминь? Ну, вот это мы с вами покрыли еще одно занятие. Давайте похлопаем Господу. Аминь! Аминь!